Всем привет! Меня зовут Николай Шмачков и мы сегодня поговорим об очень интересной теме, я считаю, раз вы здесь. Это как собирать ключевые слова для YouTube. Да, собирать ключевые слова для YouTube это довольно интересное занятие. Почему? Потому что в отличие от SEO-продвижения, вам не обязательно их распределять по страницам. Здесь же ваша задача искать ключевые слова практически постоянно. Поэтому иногда, когда у вас хотят заказать, допустим, услугу «соберите мне семантическое ядро для YouTube», это в корне неверно, потому что оно актуально на тот момент времени, когда его собрали. Поэтому регулярный сбор семантического ядра для YouTube это постоянный процесс, который требует фактически постоянного вовлечения специалиста и постоянного поиска ключевых слов. Я сейчас расскажу основной чек-лист методы «Как искать ключевые слова для YouTube» в этом видео. Поехали! Мы для своего канала снимали самые разные видео. Я подбирал разные темы, пробовал писать то, что мне хочется рассказать, то, что Анатолий хотел рассказать. Мы экспериментировали, искали темы, искали ключи и столкнулись с тем, что большинство наших роликов практически не заходят в топ, не получают органический трафик. Да, есть понятие «трафик» непосредственно в самом YouTube, но есть еще понятие «органический трафик», когда вы снимаете ролики, которые собирают трафик просто из SEO. И это просто граль среди оптимизаторов, граль среди ютуберов, когда ты снимаешь ролик, который из поиска собирает трафик. Такие ролики обычно досматривают до конца, их смотрят и при помощи них подписываются. Эти ролики являются наиболее интересными и целевыми. И здесь, я так скажу, я снял один большой ролик Google AdWords в 2018 году. Сейчас он немножко, возможно, устарел. Если он устарел, напишите в том ролике непосредственно комментарий, где он устарел. Можете прямо в нем. Ссылочку я оставлю на этот ролик в описании. Я когда снял этот ролик, сейчас у него практически 50 тысяч просмотров и он привел огромное количество подписчиков на нашем канале. Сейчас практически 10 тысяч подписчиков на момент записи этого видео и большую часть подписчиков генерирует именно этот ролик. Затем Анатолий снял ролик, который его чаще всего окоряют за произношение, за метод ведения диалога. Он там чуть-чуть более так по-детски разговаривает, но этот ролик до сих пор в топе нашей YouTube аналитики и приносит нам огромное количество подписчиков и, конечно же, комментариев. Да, про факторы разговаривания в YouTube я могу говорить, конечно, долго в этом видео. Я могу рассказать это в нашем подкасте, так что подпишитесь и послушайте наши подкасты. Мы рассматриваем разные темы и эту тему в частности. Факторы разговаривания в YouTube, они, условно говоря, следующие. Это полные просмотры видео, это комментарии и взаимодействие с вашим роликом, лайки и подписки. Поэтому хочется снять ролик, который будет ловить трафик с органики. Поэтому нужно знать, как их собирать, эти ключи. В первую очередь определитесь с тематикой вашего канала. Например, вот в исследовании HRFs они рассказывали про ролики, которые занимаются анбоксингом там айфонов, самсунгов, смартфонов. То есть все, что касалось анбоксинга. И я постараюсь рассказать на их примере, как это делается для нашего пользователя. Итак, мы возьмем какой-то очень простой пример. Например, автомобили. Возьмем, допустим, слово «обзор». Слово «обзор» и чего можно обозревать. Возьмем, в следующей иерархии у нас будут марки автомобилей. BMW, Mercedes, Citroёn, Renault и так далее. Затем понятно, что в каждой марке автомобиля, в каждом бренде автомобилей есть их виды. Это марки этих автомобилей. Конкретно у BMW, там может быть там M3, Z1, электромобиль и так далее. У Mercedes, там 600, 500 и какие-то новые модели. Я не сильно у них разбираюсь. И это правда, я не сильно разбираюсь в автомобилях. Но логику вы должны уловить. Именно вот за счет того, вы можете вглубь идти как можно дальше в этой иерархии. Она может быть большой. Когда вы собрали эту мозговую иерархию, ваша задача проверить, насколько эти темы популярны. Для того, чтобы проверить, какие варианты поисковых запросов существуют, вы можете воспользоваться поисковой строкой того же YouTube или Google. Для этого вбейте слово «обзор», слово «бмв» и поставьте звездочку. В поисковых подсказках вам вывалятся варианты, что люди чаще всего спрашивают. Выпишите их все вручную. Затем воспользуйтесь сервисами по генерации ключевых запросов. Это могут быть, в частности, Keyword Tool IO, это может быть Answer The Public, это может быть Ahrefs, это может быть Serpstat, это может быть тот же Obersuggest. Всеми этими сервисами можно точно так же собрать ключевые слова. Воспользуйтесь той же механикой. Слово «обзор», слово, допустим, «марка автомобиля» и поставьте звездочку. И соберите все варианты, которые они предлагают. Сохраните их и рассегментируйте их по группам, то есть по будущим видео. Следующим этапом будет определение непосредственно трендовости ваших выбранных ключей. Следует помнить, что нужно зайти в Google Trends, вбить ваш поисковый запрос, который вы выбрали, и проверить его, как он ранжируется. Вы можете заметить, что некоторые запросы, которые ранжируются в Google Trends непосредственно по органике, могут иметь вполне стабильную кривую, в то время как в YouTube они могут нарастать. И это нормальное явление. Эти запросы нужно помечать как наиболее интересные для съемок ваших будущих видео. Например, для того, чтобы собрать все идеи поисковых запросов, мы можем воспользоваться Ahrefs. Мы заходим в Keyword Explorer, вбиваем ключевое слово «обзор» и смотрим огромное количество ключевых слов, которые нам, возможно, и не надо. Но у него есть такая возможность. Мы можем отсеять нужные слова при помощи сервиса include-exclude и перечислить через запятую все варианты торговых марок, допустим, автомобилей, которые нам нужно перечислить тогда BMW, Mercedes и тому подобное. Благодаря этому мы снимем сразу же готовые поисковые запросы, которые релевантны для YouTube. И выберем те, которые имеют максимальный трафик. На какие показатели следует обращать внимание? Конечно же, на трафик и на кликабельность. Ahrefs показывает эту самую кликабельность. Вы можете посмотреть, какой процент кликов дает тот или иной запрос в соотношении к своему трафику. Нет смысла писать ролик про тот запрос, который будет просто показываться, но не будет кликаться. В этом плане Ahrefs экономит кучу времени для подбора ключевых слов для съемок нового контента. Следующий метод сбора поисковых подсказок, который я бы порекомендовал, это, конечно же, YouTube Suggest. Воспользуйтесь YouTube Suggest простым методом. Вбейте ваше слово обзор, вбейте, допустим, марку и поставьте звездочку. И соберите все варианты подсказок уже непосредственно в YouTube, а не в Google, как мы делали до этого. Это немножко более трудоемко, потому что не очень удобно, но в целом можно собрать все варианты самых популярных подсказок. Затем снимите по ним метрики через тот же Keywords Explorer непосредственно в Ahrefs. Очень важное замечание, на что следует обратить внимание. Проверяйте каждый запрос. Яркий пример такой запрос, как Apple, может выводить вместо яблок вполне нормальную компанию Apple, которая занимается производством тех же iPhone, тех же iMac и тому подобное. Нужно учитывать, как поисковик реагирует на каждый запрос. Поэтому проверяйте часто ваши запросы непосредственно перед тем, как будете снимать ролик в Google, потому что вы можете найти классные запросы, но не проверив их непосредственно в органике, снять ролик, который будет нерелевантным, потому что люди под этим запросом чаще всего имеют что-то другое. И поэтому вы можете согнутся тем, что вы сняли ролик, а он не дает вам клики и, соответственно, бесполезен. Ну и, конечно же, как адаптировать свои поисковые запросы? Нужно посмотреть конкурентов. Возьмите ваш ключевой запрос, который вы хотите использовать для съемки видео, вбейте в YouTube и изучите первых пять конкурентов. Посмотрите, как у них составлены заголовки. Выделите важные ключевые слова. Иногда топ чего-то, топ X чего-то, там раз, там пять шагов. Потом посмотрите, используется ли год в заголовке. Чаще всего может фигурировать год, тот же 2019, там обновлено, все что угодно, там свежий. Очень важно использовать эти элементы в описании своих видео и для подбора поисковых запросов. Ну и, конечно же, на что сосредоточить основные поисковые запросы? Для этого нужно воспользоваться, конечно, какими-то мощными сервисами, типа Serpstat или тот же Acrebs. В первую очередь возьмите ваш поисковый запрос. Вбейте его в Keyword Suggestions, ну или где вы ищите ключевые слова. Затем отфильтруйте только те ключевые слова, которые имеют в результатах видео. Именно на них акцентируйте свое внимание, те, которые генерируют показы видео. Изучите каждый из этих запросов и посмотрите, с какими роликами вы будете конкурировать. Сохраните все URL для дальнейшего исследования. В первую очередь они вам пригодятся. После того, как вы соберете все URL, воспользуйтесь в Acrebs Batch Analysis, такой сервис. Вы можете использовать нашим бесплатным сервисом, который позволит убрать дубли среди всех URL. Просто закиньте туда и уберите все дубли, оставьте только нужные. Закиньте его в Acrebs Batch Analysis и проанализируйте, какое количество слов выдают эти ролики. После этого сосредоточьте уже исключительно внимание на ключевых словах этих роликов. Второй способ, который я бы обратил внимание, это, конечно же, Content Explorer в том же Acrebs. Вбейте поисковый запрос и сегментируйте только те ролики, которые содержат в своем URL youtube.com. Ну, непосредственно там youtube.com, Watch. Вот на эти ссылочки акцентируйте свое внимание. Вытащите все ссылки, которые имеют максимальный трафик. Изучите, по каким ключевым словам они ранжируются. Сохраните результаты. И по факту у вас есть семантика, по которой вы можете снимать контент. Итак, резюмируем. Все наши шаги. В первую очередь мы должны собирать семантику согласно майндкарте, которую мы составим для будущего нашего канала. Во-вторых, мы должны собрать все ключевые слова и снять с них метрики. В-третьих, мы должны проанализировать тренды этих ключевых слов. Они могут отличаться. В-третьих, как в SEO мы видим в ретроспективе, могут быть наоборот спад. У ряда ключей может быть только подъем в ютубе в данный момент. И наоборот, например, как анбоксинг там восьмого айфона будет уже не актуален, потому что он устарел. И вы увидите, что в трендах он падает. Соответственно, на это нужно обращать внимание. На тренды. И следующее действие нужно обращать внимание на роликах в топе. Смотрите ролики в топе, как они формируют свои заголовки. И используйте это для подбора тегов для вашего видео. Ну и последнее, конечно же, используйте контент-эксплорер для того, чтобы выловить те ролики, которые ранжируются в ютубе непосредственно в Google Search, в поисковой строке гугла. Эти ролики и являются теми роликами, с которыми вам нужно конкурировать. Соберите их ключевые слова. И это задание для съемки новых видео. То есть, как вы видите, нет смысла собирать эти ключевые слова постоянно. Если вы хотите записать ролик, вы просто возвращаетесь к своей майндкарте, про что вы еще не снимали. Ищите контент, который в данный момент в тренде. Выбираете его и снимаете свой ролик. По поводу съемки ролика. В первую очередь, обратите внимание, что ролики не должны быть короче, чем снятый материал в топе. Он должен быть всегда чуть-чуть длиннее. Если у ролика хронометраж 30 минут, снимите 32. Если у ролика хронометраж 15 минут, снимите 17. Оптимальное сочетание где-то на процентов 10, чуть-чуть длиннее, чем у конкурента. Помните, что ролики длиной в 3 минуты практически в гугле не ранжируются. И не приносят тот самый заветный трафик. Ну и конечно же, используйте теги, которые вы соберете непосредственно в предыдущих шагах, для того, чтобы прописать эти теги прямо в видео. Помните, что прописав теги правильно, вы получите гарантированно хороший SEO-результат. Но, я забыл про самый главный вариант. Вы должны не забыть и про описание. Помимо хорошего заголовка, оптимизирована под основные ключевые слова, вы должны написать описание, которое в первых 140 символов содержит самые важные ключевые слова вашего видео. В остальной части, практически на 500 символов, нужно написать четкое описание видео, которое будет отвечать на большую часть основных поисковых запросов. Затем вы должны перелинковать в этом видео все ваши материалы, на которые вы ссылаетесь, как, например, я это делаю в данный момент, и сослаться на первоисточники, из которых вы черпали данные. Это очень полезно, потому что пользователи после просмотра видео, если вы говорите, что ссылочка в описании на какой-то момент, могут перейти и посмотреть на ваш первоисточник, возможно, даже с вашего сайта. И вы получите дополнительный трафик с вашего YouTube. Зачем же снимать ролики, если они не нужны для того, чтобы перенаправлять трафик на свой канал? Большая часть наших клиентов приходят с YouTube. Если вы перешли на наш сайт SEOquick с этих YouTube роликов, оставьте комментарий, напишите, да, я переходил с ваших YouTube роликов. Посмотрим, сколько нас действительно пользователей реагирует на этот YouTube. Соответственно, если вы будете снимать ролики при помощи этих лайфхаков, вы гарантированно будете получать трафик из Google просто за счет роликов. Фактически, не тратя на это огромные деньги. Ролики не надо продвигать благодаря ссылкам. Им не нужно покупать ссылки, не нужно ничего делать. Вы можете разве что только сделать контекстную рекламу на те же ключи, которые вы собрали в предыдущем шаге. Просто использовать эти ключи для продвижения ролика. И все. Где-то 30 дней покрутить его в рекламе, чтобы он набрал определенное количество просмотров. И больше можно рекламу выключать, даже ее не крутить. На самом-то деле, это так и работает. На этом, собственно, я бы хотел подвести черту. Если у вас остались вопросы, как это все делается, ссылочки на все я оставлю в описании. Я готов обсудить все вопросы непосредственно в нас в YouTube, в нашем сообществе. И до новых, конечно же, встреч!